Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе и сосредоточимся на молодом голкипере Краснодара и теперь уже голкипере сборной России Матвея Сафонове, который заменил Антона Шунина на посту номер один в нашей национальной команде Шунину прям, скажем, не лучшим образом отыграл против Бельгии и вот вместо него появился Сафонов на вторую игру чемпионата Европы. Ну и в целом отработал неплохо, нельзя сказать, что у него было так много работы, но с той, что была, он справился отлично. И давайте узнаем, что думают иностранные фанаты касательно игры Сафонова в данной встрече. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaldBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Not Special One написал. Вы назовете меня сумасшедшим, но я бы предпочел Сафонова Доноруме. Ну, действительно, сумасшедший. При всем моем патриотизме Сафонов даже близко не такого таланта голкипер, как Джиджи Донорума. К тому же, если даже рассматривать этих вратарей как трансферные цели, Донорума сейчас приоритетнее, потому что он бесплатный игрок, он свободный агент, а за Сафонова придется платить. Мак Брайт Ас написал. Сафонов зарегистрировал Сухуэй матч. Я удивлен, что 34-летнего Шунина так долго не убирали из основного состава. Ну, в России этому тоже многие удивлялись. Ауриен Маседо написал. Дивеев и Сафонов подтверждают свою самостоятельность. Они игроки высочайшего уровня, способные играть на чемпионате Европы. Это самый положительный момент, который можно извлечь из этого матча. Ну, молодые ребята проявили себя неплохо. Тут не поспоришь, и приятно, что они оказались более толковыми, чем, казалось бы, ветераны Семенов и Шунин. Рикардо Рубио написал. Россия начинает смену поколений. Хочется верить, хотя с таким, знаете, консерватором, я выскажусь таким дипломатическим языком, с таким консерватором, как Черчесов, ждать какого-то кардинального обновления, боюсь, что не стоит. Кенни Мэк написал. Во всяком случае, Сафонов с Дивеевым не дрогнули, несмотря на давление. Они не должны бояться доверять молодежи. Россияне должны обновлять команду. Но, с другой стороны, соперник был не такой сложный на этот раз. Финны – это не бельгийцы. Тем более, что если вспоминать матч с Бельгией, тот же самый Дивеев там накосячил, упустил Лукако. Поэтому нужно учитывать уровень соперника. На Сементо написал. Ставлю Матвею Сафонову 7 из 10. Работы у него было немного. По всей видимости, он действительно очень талантливый преемник для Игоря Акинфеева. Но нужно посмотреть его в действительно сложном матче. Ну, не исключено, что таким матчем станет игра с Данией. Ну, и мы все надеемся, что он действительно станет достойным преемником для Акинфеева. Эр Истерне написал. Следует похвалить 22-летнего краснодарского вратаря Сафонова, который в сухую отыграл эту встречу. Однако финны не доставляли ему серьезных проблем. Ну, да, в каком-то смысле, согласен, особо опасных моментов не было. Но был один удар Тиэму Пуки неприятный, который попал в руки Сафонову. Он там удачно выбрал позицию плюс. Сафонов подстраховал удачно защитников, когда вышел за пределы штрафной и сыграл головой. В нужный момент подстраховал футболистов обороны. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.